Так, добрый вечер, уважаемые слушатели. Приветствую вас в учебном центре «Специалист» на вебинаре, посвященном Autodesk Fusion 360. И тема нашего вебинара – работа со сборками. Прежде всего, начнем с того, что я представлюсь. Зовут меня Савочкин Александр Александрович, являюсь я преподавателем учебного центра «Специалист» по САПР-системам. Теперь перейдем непосредственно к теме нашего занятия. Значит, прежде всего, введем понятие, что же такое сборка. Сборка. Сборка – это документ, в котором компоненты сопряжены друг с другом. Существует два способа работы со сборками. Первый способ. Называется он традиционно сверху вниз. Точнее, наоборот, прошу прощения, снизу вверх. Начнем именно с него. Снизу вверх. В чем суть такого способа? Вначале создаются отдельные компоненты, разрабатываются. И впоследствии в документе сборки они соединяются, образуя, соответственно, сборку. Есть и другой способ. Способ этот называется «сверху вниз». Сверху вниз. И суть этого способа в том, что компонент в сборке создается по месту. То есть в контексте уже каких-либо существующих компонентов. Таким образом, мы получаем связь между существующим компонентом и вновь разрабатываемым. И меняя положение существующих компонентов, мы можем изменять размер положения спроектированного компонента. Соответственно, такой способ годится только тогда, когда компонент, который мы создаем, будет оставаться в том месте, в котором мы его создаем. В реальности применяют эти два способа. И снизу вверх, и сверху вниз в равной степени. И вот сейчас на нашем вебинаре мы эти способы на простом примере и посмотрим, как собирается сборка, как используются эти способы. И какие особенности работы есть с каждым из этих способов. Значит, первое. Открываем программу Fusion 360. И создаем новый проект. Называем его семинар сборки. Значит, проект создался. Проект создался. И чтобы сэкономить время и не разрабатывать определенные компоненты, часть компонентов я уже подготовил заранее, поэтому начну с того, что вставлю эти компоненты. Загружу. Итак, файл Open. Open. И первый. Это будет тиски SB. Будем собирать станочные тиски. Итак, открыть. Вот он, этот данный компонент, первый, который послужит основой для всей сборки. Значит, этот компонент нужно сохранить в проекте, поэтому нажимаю кнопку Save. Имя остается в тиске SB. Семинар сборки. Вот он слева появился. Дальше. Следующим этапом. Вот здесь, там, где имя сейчас появилось, вот в этом месте. Нажимаем правой кнопкой мыши. Правой кнопкой мыши. И в открывшемся контекстном меню выбираем Capture Design History. И внизу у нас появляется так называемый таймлайн. Таймлайн. Вот он. Где будет отображаться все те действия, которые мы будем проделывать. Все те соединения, что мы будем добавлять. В общем, все, что мы будем делать, все в этом таймлайне отображается. Таким образом, в любой момент времени мы сможем вернуться назад и отредактировать. Да, какое-то соединение и так далее, чтобы что-то поменять. Теперь следующим этапом. Следующим этапом. Откроем, значит, вот здесь у нас дерево, браузер. Развернем, увидим body тела. И там, где написано body1, нажмем правой кнопкой мыши и создадим из этого тела компонент. Create components from bodies. Вот он. Изменился значок. Теперь это компонент сборки. Теперь вернемся вот к чему. Значит, тело в пространстве имеет 6 степеней свободы. 3 перемещения и, соответственно, 3 вращения. Значит, один из компонентов сборки обязательно должен быть лишен всех этих степеней свободы. То есть, неким образом зафиксирован. Иначе у вас вся сборка будет двигаться как единое целое. Поэтому на первом компоненте нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем ground. Таким образом, мы лишаем его всех степеней свободы. Хотя бы один компонент обязательно должен иметь такой вот статус ground и лишен всех степеней свободы. Вся остальная сборка уже будет надстраиваться на этом компоненте. Соответственно, здесь он называется у нас компонент 1. Не очень удобное название, поэтому его можно переименовать. Для этого нажимаем левой кнопкой мыши на него. И вместо компонента 1 пишем stonin. Сохраним нашу сборку. Версию description оставляем user saved. Ок. И теперь наша задача, прежде чем собирать сборку, разработать деталь. Деталь это будет называться зажим. Выглядеть она будет вот таким вот образом. Соответственно, она будет двигаться вдоль тисков. И потом у нас уже есть компонент ручка. Мы к ней подставим ручку. И вот у нас появилась задача создать компонент по месту. Его в деталях нет. Мы будем создавать его, исходя из существующей геометрии stonin. Первое. Для этого нам нужно вначале создать новый компонент. Значит, там, где имя общей сборки, вот оно здесь, тиски sb, называется, жмем правой кнопкой мыши и выбираем new component в открывшемся контекстном меню. Остальные компоненты становятся прозрачными. А в дереве у нас появляется компонент 2. Вот он. И он становится активным. То есть мы сейчас находимся в контексте сборки и мы создаем компонент по месту. Будем использовать существующую геометрию сборки. Итак, значит, первый инструмент create extrude. Выберем вот эту вот грань stonin и вытянем на расстояние 12 миллиметров. Operation new body. Окей. Появился. Вот он, первая наша часть компонента. Дальше. Теперь создадим часть, куда будем крепить ручку. Для этого вначале вот здесь вот создадим эскиз create sketch. Create sketch. И чтобы нам компонент стонина на данном этапе не мешал, мы можем его временно выключить. Для этого у нас достаточно нажать лампочку и стонина временно скроется. На данном этапе пока не нужно. Итак, инструмент эскиза. Выбираем ректангл по двум точкам. Первая точка. Угол здесь. Вторая вот здесь. Значит, фьюжн автоматически добавляет зависимости. Constrain. Вот они. И, собственно, нам нужно дать только один размер. Sketch Dimension. Вот этот размер. И равен он будет тоже 12 миллиметров. Далее. Extrude. Указываем, что мы выдавливаем. Указываем направление и, соответственно, расстояние. 15 миллиметров. Operation Joint. Что это значит? Что и этот элемент, и этот объединятся, и у нас получится единое твердое тело. Вот оно. Теперь можно вернуть стонину назад, включить, посмотреть, что получилось. И теперь воспользуемся вот этой геометрией, для того, чтобы создать вот здесь часть, куда будет крепиться ручка. Итак, снова, вот на этом торцевой грани, Create Sketch. Create Sketch. Здесь, так как мы будем использовать существующую геометрию сборки, то воспользуемся инструментом эскиза, который называется Project. То есть проецирование. Указываем, какую геометрию мы проецируем. Нажимаем ОК. И вот, посмотрите, видите, то есть существующую геометрию сборки, вот эти кромки, мы спроецировали на грань нашей детали. И еще раз воспользуемся Sketch Project. Project. И вот здесь. Теперь Extrude. И нам нужно выдавить вот эту вот часть. Указываем направление, куда. И теперь нужно задать граничные условия. Здесь граничные условия определяются уже не расстоянием, а to object. До какого объекта? До грани. Почему не расстоянием? Чтобы возможность была менять. И, соответственно, меняли только одно расстояние. Вот эта часть сама постоянно перестраивалась. Операция, опять же, остается Joint. Вот, посмотрите, по месту, используя существующую геометрию сборки, мы выстроили деталь. Теперь нужно создать вырез. Опять же, воспользуемся инструментом Create Sketch. Так как, опять же, мы создаем на основе существующей сборки, то точно так же используем инструмент эскиза Project. И проецируем окружность. Вот она. Окей. Extrude. Указываем контур. Указываем направление. Fusion автоматически понимает, что это у нас идет вырез. И указываем расстояние 22 миллиметра. Вот сюда. Минус 22, может, со знаком. Нажимаем Cut. Operation Cut. Вырез. Окей. Вот, посмотрите, компонент. Теперь можно добавить скругление. Для этого достаточно выбрать Modify, Fillet. Указать кромки, какие мы будем скруглять. И вот так за стрелочку потянуть. И выбрать радиус. 5 миллиметров. Окей. Вот, собственно, первый компонент готов. Теперь нужно вернуться в общую сборку. Для этого, подводя указатель к компоненту, мы видим, что около него будет появляться вот такой кружок. И называться это будет Activate Component. То есть мы будем подниматься на уровень вверх или вниз. То есть на уровень сборки. Либо опускаться на уровень компонента. Сейчас мы находимся на уровне компонента. Почему называется сверху вниз? Потому что мы на уровне сборки делаем. И возвращаемся на уровень именно сборки. Нажимаем Activate Component. И мы вернулись в сборку. Вот он наш компонент. Да, вот он. Соответственно, теперь он, конечно же, видите, может двигаться. Да, он может двигаться. Но двигаться он должен исключительно вот так вот. И при этом не вращаться ничего. Чтобы определить, как он будет двигаться, для этого используется такая вещь, как Joint. Joint или по-русски соединение. Joint, соединение. Значит, соединение явно определяет местоположение компонента и его степень свободы. Во многих других программах, в подобных, которые реализуют также сборки, там несколько по-другому принцип. Например, в инвентаре есть и так, и так. Но в большинстве программ происходит следующее. Сначала убираются степени. Вы определяете, какие степени свободы вы убираете. Здесь наоборот. Мы сразу определяем местоположение и степени свободы. И тогда получаем необходимый результат. Значит, мы определили, что у нас должен только двигаться и ни в коем случае не вращаться. То есть совершать возвратно-поступательное движение. Итак, используем Assembly Joint. Первый компонент. Указываем точку здесь. Второй компонент. Указываем точку здесь. Ну вот, Fusion нам предложил регид жестко. Мы выбираем Type. И нам подходит слайдер скольжения. Анимация нам показывает, как будет двигаться у нас компонент. Fusion сам автоматически определил ось, относительно которой будет происходить движение. Еще раз нажмем Animate. Видите, он, собственно, двигается. Нажимаем ОК. И нам одного соединения достаточно, чтобы наш компонент двигался и не вращался. При необходимости можно задать пределы, в каких он будет двигаться. Но мы сделаем несколько по-другому. Мы включим полностью, когда соберем всю сборку, включим, чтобы она у нас работала. Итак, вот первый компонент по месту создан. Храниться он будет в общем документе сборки. Итак, еще раз сохраним результат. Да, вот он обновился. Видите, вот он компонент. И теперь сделаем следующее. Соберем ручку. Соберем ручку. Все, как я говорю, все, что мы делаем, все те джойнты, все те операции, все это сохраняется в таймлайн. Вот он. В любой момент времени всегда можно подвинуть регулятор и вернуться. Теперь отдельно создадим следующую сборку. Итак, снова воспользуемся готовыми файлами. На этот раз уже будет сборка снизу вверх, потому что мы из готовых компонентов будем собирать. Итак, open. Open from computer. Прижимной винт SB. Вот он открылся. Сразу его сохраним, да, чтобы он появился. Вот он появился. Дальше снова опять файл open. И следующий будет ручка. Тоже сейв. Вот она здесь появилась. Итак, и сразу еще, следующий откроем еще один наконечник. Последний компонент нашей достаточно простой сборки. Вот они все, все файл эти в проект наш добавились. Теперь я их закрою. Оставлю только прижимной винт. И первое, что сделаю, открою BADIS, нажму правой кнопкой мыши и скажу create component from BADIS, чтобы он стал компонентом сборки. И опять же, как в случае со станиной, первый компонент зафиксируем. Ground. Сохраним. Дальше. Теперь вставим следующий компонент. Для этого достаточно из проекта просто перетащить документ сборки. Вот он. Значит, посмотрите, компонент добавился. Нам предлагается его сразу выбрать позицию, как он будет располагаться. Ну, вот так вот. Хотя это не важно, мы его сейчас все равно прицепим. Нажимаем ОК. Нажимаем ОК. И посмотрите. В дереве появился вот такой вот значок в виде цепочки. То есть это означает, что Fire, вот этот вот компонент, создан не в этом документе, он вставлен из другого документа. Он находится в этом же проекте. Что это для нас значит? Если я отдельно открою эту ручку, внесу в нее изменения, эти изменения отобразятся и в этой сборке. Итак, начнем давать соединение Joint. Итак, значит, опять Assembly Joint. Значит, первый компонент выбираем здесь. Второй компонент выбираем точку здесь. Ну, вот он нам опять предлагает слайдер. Значит, слайдер разрешает только перемещение, но запрещает вращение. Здесь есть еще вот такой cylindrical. В этом случае у нас и происходит и вращение компонента, и, собственно, перемещение. Хотя здесь и так, и так одинаково для нашей сборки значение не имеет. Что мы запретим вращаться, что разрешим, для нашей сборки не имеет. Ну, чтобы уж быть совсем, да, делать в точности, как это будет в реальном жизни, на реальной сборке, на, можно оставить именно цилиндрик. Нажимаем ОК. Ну, вот он, да, не хочет у нас двигаться. Ну, должен. Итак, дальше. Что нужно сделать, чтобы все это работало? Правой кнопкой мыши Capture Design History. Вот так. Чтобы опять отобразился. Вот теперь он у нас все будет вращаться и двигаться. Видим? Там по флажку очень хорошо видно. Дальше. Вставляем следующий компонент, наконечник. Вот так. Опять же, да, Fusion нам предлагает сразу его разместить. Окей. И здесь, опять же, Joint. Joint. Да, что у нас переговорит о том, что компоненты перемещены. Мы нажимаем Capture Position. Capture Position. Захватить позиции. Указываем. Значит, первый компонент. Точка здесь. Второй компонент. Точка здесь. То есть то, что мы с чем соединяем. Мы указываем точки для определения местоположения компонента. Значит, у нас наконечник жестко сидит на ручке. Он не должен ни вращаться, ничего не двигаться. Поэтому Type мы выбираем Rigid жестко. Окей. Ну вот посмотрите, да, что у нас получается. Он будет двигаться совместно с ручкой. Теперь повторим еще раз с другой стороны. Опять наконечник вытащим из проекта. Добавим. Ну, опять же, размещать его, в общем-то, не сильно обязательно, как я сейчас делаю. Ну, так просто удобнее будет. Окей. И снова Joint. Joint Capture Position. Указываем точки, которые, да, определят местоположение компонента. Точка здесь. И точка здесь. И снова Rigid. Итак, посмотрите, что у нас получилось. Сохраним. Теперь это был способ снизу вверх, когда из готовых компонентов мы собрали сборку. Собственно, эти же самые компоненты можно было не вставлять отдельными файлами из проекта. Их можно было здесь по месту создавать и таким же способом соединить. Это также было бы, тем не менее, снизу вверх. Можно закрыть. Возвернуться к сборке верхнего уровня. И теперь вот этот прижимной винт вставим в общую сборку. Собственно, его просто так возьмем и перетащим. Опять же, нам предлагает Fusion указать размещение. Окей. Вот он добавился. Видим. Опять же, он здесь, во-первых, добавляется как подсборка. У него соответствующий значок. Это не компонент, это подсборка. Который, в свою очередь, создает из компонентов. И также она имеет ссылку на то, говорит о том, что этот компонент создан не здесь, не в этом документе. Вот он. То есть будем менять здесь или эти компоненты будут меняться здесь. Связь в любой момент, конечно же, можно разорвать. Итак, значит, опять выбираем Joint соединение. Joint. Capture Position. Что с чем мы соединяем? Мы соединяем прижимной винт с зажимом. Итак. Значит, первый Select Component. Ну, допустим, выберем точку здесь. И выберем точку здесь. Теперь определим тип Joint, который будет использоваться. У нас, собственно, ручка должна только вращаться. Она не должна двигаться, не должна выходить из соединения. Она должна только вращаться. Под это подходит тип превалют. Вращение. Ну, то, что здесь показывается, что вращается именно зажим, это, конечно, не сильно имеет значение. Почему? Потому что его движение ограничивается Joint Slide, который мы создали ранее. Поэтому вращаться на самом деле будет именно ручка. Относительно оси Z ось, конечно, опять же, так же можно выбрать. Нажимаем кнопочку ОК. И посмотрите, да, сохраним, что у нас получается. Значит, сейчас можно попробовать. Зажим по-прежнему двигается. Ручка вращается. Прижимной винт. Сама ручка относительно прижимного винта, как видите, так же двигается. Ну, а теперь, чтобы закончить нашу сборку, нам нужно создать еще один компонент. Все эти компоненты, которые мы здесь вставляли и создавали, опять же, их можно переименовать. Например, вот этот компонент 2, мы его назовем зажим. 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 И назначим ему материал. Для этого вернемся на уровень компонента, выберем компонент. И вот здесь появившаяся кнопочка Activate Component. Нажмем Activate Component. Как видите, остальная сборка становится прозрачной. Раскроем папку, да, браузер Bodice, тела. На Bodice нажмем правой кнопкой мыши и выберем Physical Material. Откроется обозреватель материалов. Это Fusion 360 Material Library. Выберем материал какой. Ну, вот здесь вот уже предлагается стиль, да, сталь. Ну, собственно, перетянем сюда и назначим этот материал компоненту. Close. И снова возвращаемся в сборку. Выбираем тиски. Activate Component. Да, и мы видим, что у нас есть. Теперь создадим компонент следующий. Щека. Вот здесь вот. Щека. Итак, опять будем создавать по месту сборки. Для этого на имени нашей общего документа сборки, вот здесь вот, нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем New Component. Да, сразу можем дать ему имя, назовем его Щека. И опять воспользуемся Extrude. Extrude. Capture Position. И выдавим вот эту часть. На расстояние 5 миллиметров. Операция New Body. Новое тело. Окей. Назначим материал. Physical Material. Правой кнопкой мыши. Открывшимся браузер и перетащим. Вот он. И, собственно, вернемся назад в сборку. Activate Component. Вот здесь опять на имени общей сборки. Вот здесь появившиеся кнопки Activate Component. То есть мы опять возвращаемся на уровень выше. Вот он наш, этот самый компонент Щека. Он, естественно, сейчас опять может двигаться. Да, мы можем менять ему положение. Поэтому мы определим его следующим образом. Ну, тут можно опять воспользоваться Joint. Можно воспользоваться следующим способом. Правой кнопкой мыши. Rigid Group. Rigid Group. И указать, какие компоненты мы соединяем. Окей. Как видите, он больше никуда не двигается. Все. Мы его зафиксировали вместе с именно станином. Теперь, да, нужно определить, как у нас будет крепиться этот компонент. Ну, представим, там некие два винта будут закручиваться. Нам нужно создать отверстие. Отверстие мы создаем по месту. Опять же, для чего? Чтобы у нас отверстие появилось и в одном, и во втором компоненте одновременно. Чтобы у нас сразу была соосность. Для этого воспользуемся инструментами Modify. Прошу прощения. Create Hole. Hole. Отверстие Hole. Так. Capture Position. И выберем Placement. At Point. Face. Вот эта грань. Вот эта грань. Дальше. Вот оно появилось. Предварительный просмотр. Да. Предварительный просмотр. Но тут на самом деле From Sketch лучше сделать. Чтобы не создавать два отверстия. Давайте лучше так. Cancel. Cancel. И лучше создадим вот так. Выберем эту грань. Правой кнопкой мыши Create Sketch. Create Sketch. Все компоненты, кроме щеки, я выключу. Чтобы они не мешались. И создам эскизные точки. Sketch. Point. Point. Точка здесь. И точка здесь. Между ними добавим constraint зависимости как горизонтальность, вертикальность. Вот они. Чтобы они на одном уровне были. Дальше. Определим размеры. Вот так и вот так. Ну и здесь можно создать симметрию. Симметрию. Да. А можно дать размер. Я симметрию не буду создавать относительно оси. Я дам размер. Вот так вот. Stop Sketch. Итак. Теперь у нас есть две точки, которые и определяют положение центров отверстий. Create Hole. From Sketch. Раз. Два. Дальше. Extend. Distance. Здесь нам, конечно, удобнее вернуть назад станину. Зачем? Чтобы видеть, как у нас будут проходить эти отверстия. Дальше. Hole Type. Определяем как Simple. Hole Type. Да. Вот здесь вот тоже Simple. Drill. Angle. Угол. И Distance. Нужно определить теперь диаметр и расстояние. Значит, диаметр определим как, допустим, 6 миллиметров. Вот они Distance. Distance. Ну, нужно было промерить. Ну, допустим, 15. Object to Cut. Вот здесь указывается на какие компоненты или тела влияет данный элемент. Мы видим, что у нас включается и щека, и станина. Если мы отключим, допустим, станину, то данное отверстие, хоть оно и заходит в станину, будет воздействовать только на щеку. В нашем случае и тот, и другой компонент нужен. Поэтому нажимаем ОК и получаем два отверстия. Как видите, если я сейчас щеку отключу, отверстия в станине остаются. То есть здесь мы создали по месту два отверстия. Возвращаем назад остальные компоненты. Включаем. И смотрим на получившийся результат. Теперь нужно попробовать, чтобы вся эта сборка двигалась. Сейчас, как видите, Fusion игнорирует на то, что это у нас твердые тела. И у нас, возможно, вот такая ситуация. То есть у нас, возможно, положение, когда компоненты пересекаются. И такая ситуация будет, пока мы ему не скажем так не делать. Для этого, для того, чтобы у нас компонент останавливался при соприкосновении с другим компонентом, нужно включить контакты. Идем вот сюда, Assembly, Enable Contact Set. Значит, смотрим в браузер. Появилась Contact Sets. И теперь нужно определить контакты между чем и чем. Итак, вот здесь Contact Sets с правой кнопкой мыши. И в контекстном меню выбираем New Contact Set. И определяем между чем и чем. Окей. Тела, да, или компоненты. Здесь, в общем-то, все просто, нужно только выбросить. Нажимаем ОК. И теперь при движении у нас компонент будет останавливаться. Видите, он уже не выходит за границы станины. То есть, его положение определяется щекой и станины. И можно еще раз повторить. Для ручки правая кнопка Emotion, New Contact Set. Соответственно, вот так. Вот так и вот так. Окей. Смотрим. Видим. Теперь у нас движение ручки определяется положением наконечников. То есть, наконечники, да. Вот. Немножко можно, конечно. Да, но вот. Все прекрасно работает. Дальше не двигаются. Итак, мы создали сборку, да, используя компоненты готовые. И два компонента, такие как зажим и щека, мы разработали, используя существующую геометрию. Собственно, цель нашего вебинара выполнена. Теперь все это сохраняется. И уже в дальнейшем из этой сборки можно создать чертеж, выбрав drawing, да, from design. Можно создать с помощью Motion Study, можно создать анимацию и указать, что, допустим, вращаясь, да, на определенные обороты у нас совершает перемещение на зажиме. Но об этом более подробно вы можете уже узнать на курсах Fusion 360, где мы разбираем подобные задачи и, в общем-то, учимся создавать и анимацию, и чертежи. На сегодня наш вебинар с вами закончился. Спасибо за внимание.